Я попробую найти другой способ. Они умерли из-за тебя! Всем привет, это Школа Эмоционального Интеллекта. Мы разбираем сериал Триггер, первый сезон, и сегодня у нас седьмая серия. Ну что же, что у нас тут седьмой серии? Я разобрал много серий, теперь смотрю, что из них. А, у нас Никита, который трахается в подсобке с продавщицей немного полненькой. Буду стараться говорить максимально, коррекция. В теле женщина, да, скажем так. Молодой достаточно мужчина, занимается сексом в присутствии случайно жены в магазине, она их там спалила, ну если кто не смотрел, в общем, серия начинается с того, что девушка достаточно симпатичная, с молодым человеком гуляет по магазину, потом вдруг молодой человек куда-то пропадает, она бегает, бегает, Никит, Никит, куда ж ты делся? И вдруг заходит как-то в подсобку и видит, что Никита пялит, вот, значит, в теле женщину. Удивляется, и на моё удивление приходит к психологу. Вместе они с Никитой, значит, приходят по этому вопросу. Это вообще очень удивительная история, когда женщина, она застукивает мужчину за сексуальным контактом с другой женщиной, при этом его ведёт на психотерапию. В принципе, уже здесь очень много того, что для профессии моей, так скажем, цепляет ухо и глаз, потому что это больше ей нужно. Она говорит, ты мне изменяешь, и ты пойдёшь на терапию, чтобы тебя вылечили, ты делал так, как я хочу. Давайте посмотрим, что было дальше, значит. Да, они приходят на терапию, они рассказывают, что, в общем-то, изменяет. Артём пока из Стрелецки ничего не понимает. Потом они встречаются в баре, и наш герой Никита говорит нашему психологу о том, что на самом деле... А, психолог нас спрашивает, это был разовый момент, или это как бы просто вы разлюбили друг друга? Если это разовый момент, давайте договариваться, если вы разлюбили друг друга, то разводитесь, нечего делать. Помните, да, в самом начале? Это очень интересный тезис, потому что на самом... Давайте сейчас на нём остановимся. Когда ко мне приходит пара, или мужчина, или женщина отдельно, и это касается каких-то тёрок в отношениях, я об этом снимал недавно ролик, вы помните, да, что если оба хотят быть вместе, просто им надо немножечко перестроить какие-то нюансы, тогда шансы есть на терапию и так далее. Если клиенты говорят, что как бы Петя, как бы там Маша не перестроилась, я не хочу быть с ней, потому что не моё пальто, потому что не моё, тогда что бы вы ни делали в терапии, это не получится. Поэтому, в принципе, Стрелецкий, он здесь об этом так и прямо и говорит, и, в общем-то, жена тоже удивляется. Выясняется, что на самом деле, это мне очень серия нравится, потому что серия просто про банальную правду. Люди ходят по психологам, пытаются что-то понять, прорабатывать, сука, отношения, мне надо проработать, у психологов вот этих любимых проработать. И вот тут вам Стрелецкий показывает, ну, вы хотите прорабатывать, если он просто её любит. Он, как я понимаю, с детства или с юности просто полюбил эту женщину. И то, что она в теле для него не имеет никакого значения. То, кем она работает, продавщица в пятёрочке, не имеет к ней никакого значения. Он её любит. Он её любит. И как бы он ни пытался вписаться в какую-то социально другую модель, от себя не убежишь. И нам нужно учиться принимать людей такими, какие они есть, с их потребностями. Не пытаться их водить по психологам, не пытаться их перекручивать. Вы можете мужа задрочить психологами и попытаться изменить его с помощью разного рода специалистов. Но на самом деле вы либо получите унылое говно дома, которое будет бухать, пердеть в диван, а тосковать. Либо получите притворство, где вам выдать улыбку, а ты да, мне всё нравится, а на самом деле там потом под одеялом в ночи там мастурбировать. И так далее и тому подобное. Зачем вам эти истории? Поэтому не нужно тащить людей туда, куда, в общем-то, не нужно. И вот тут Стрелецкий делает интересный поворот в терапии. Вместо того, чтобы рассказывать то, о чём я сейчас вам говорил так вот всю серию, он пытается пояснить жене, что это твои проблемы, а не его. Он её просто любит. Он просто такой, сука, человек. А кажется, ты потеряла себя. Ты пытаешься выстроить какую-то правильную жизнь именно с этим человеком, именно вот так и вот так. И помните, есть эксперимент, где они ищут Лизу. Лиза, где ты? Это и есть метафора, чтобы девочка вспомнила о том, что кажется, когда мы очень сильно хотим, чтобы было по-нашему, когда мы имеем некий шаблон, как правильно должна выглядеть наша жизнь, и во сколько лет, и что, мы на самом деле становимся заложниками наших принципов, наших убеждений. Мы пытаемся жить по тому сценарию, по тому протоколу, который когда-то себе нарисовали, и, в общем-то, это обречено на провал. И вот потом Лизу забирают в полицию. И здесь выясняется последний очень важный момент, почему Лиза себя потеряла. Эта история называется транзактом анализа переписывания сценария. Кому интересно, Эрик Берн, читайте, или Шнайштайнера. И Стрелецкий объясняет Лизе, что вы бессознательно выбирали сына, бессознательно выбирали не мужа, вы бессознательно выбирали мужчину, о котором будете заботиться, о котором будете такой вот, значит, мамочкой, да. И ей повезло, потому что она нашла такого сына, в кавычках, который нуждается в такой пышногрудной мамочке. В какой-то момент они попытались, но на самом деле там была до неё главная мамочка, в которой он действительно нуждается. Поэтому, девчонки, поймите, кого вы выбираете, да и парня тоже. Либо папу, либо маму, либо какие-то другие невротические отношения. Лишь 5% людей выстраивают отношения на принципах осознанности и на принципах неделимости идентификации личности. В большинстве случаев 95% это какие-то контуженные или полуконтуженные истории, где два невротика на Эльбе встретились, и одни заполняют невротические потребности и психические особенности других. И вот седьмая серия нам очень хорошо показывает, как девочка со своими невротическими амбициями пытается закрутить молодого человека в эту историю. А правда заключается в том, что ему это просто не нужно. И напоследок я расскажу вам небольшой кейс моего клиента. Включаю я скайп на персональные занятия. Молодой парень, 29 лет. Прекрасный парень, прекрасный человек. Забеременела девушка, женился. Взял ипотеку, отдал ипотеку, закрыл ее. Взял кредит на машину, закрыл кредит на машину. Работа хорошая, высокооплачиваемая. Все нормально, все отлично. Мама довольна, все довольны. За исключением того, что у него хроническое, тревожно-генерализованное расстройство. Возникает вопрос, почему. А знаете, в чем правда? Что вся вот эта история, где ребенок, жена, семья, квартира, машина, хорошая работа, это все здорово. Правда, это не его. Это история его мамы, о том, как он должен был жить. И вот когда люди живут так, как нужно кому-то, так, как правильно, они теряют себя. И они ходят потом по улицам и кричат. Лиза, где ты? Или в наших кабинетах. Люди обожают себя обманывать. Люди обожают подавлять себя настоящих. А потом удивляются, почему моя профессия такая востребованная. Поэтому, кто хочет идти учиться к нам, мы набираем третий поток психологов-консультантов в сфере тревожно-фобических расстройств. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса. До встречи!